двадцать шестой день друзья смотрите у нас какой вот раз поездки черный хлебушек вот и пришло время расставаться с хорошим человеком всегда это грустно остановились почистить интег идем вот прям по таким куст какая красота у романыча тишина у романыча какой-то раритет есть роман романыч мы твою собачку угощаем я мы прибыли и закрыли самое главное где бежит вот наталья владимировна моментально организовала стол раскладываемся потихоньку в избе друзья двадцать седьмой день нашего путешествия нашего странствия выспались хорошо вот как вчера я не говорил во сколько там не помню софт наверно в 11 10 пошел дождь так он только закончился где-то час назад и природа успокоилась посмотрите кусте просто вообще но это грубо говоря старится когда вода падает здесь и течение никакого нету и сейчас то его тут нету река прорезала себе путь в другом месте но когда вода разливается то и здесь водичка тоже бежит бензина у нас сожалению осталось очень мало так как мы не рассчитывали что пойдем водоизмещенки такое время осталось всего литров 30 на покатушке это конечно боль ну сколько есть столько есть сколько изучим столько изучим планировалось просто изучить этот район более подробно походить во все реки протоки ничего страшного все встаем умываемся завтракаем если дождик не пойдет сильный то пойдем пробовать рыбачить друзья день продолжается хочу сказать что вы наверное помните давно канал смотрит что я в предыдущей поездке в это же место сказал себе ну и вам что река одноразовая я больше с вами поеду честно сказать я не ожидал что в горной части вот я вам что попозже покажу будут видны уже горы не будет хариуса не будет таймене будет щука и окунь вот здесь в этом болоте нет практически практически течение дальше уже ручейки это называется горная река вода грязная и на каждый заброс клюют шнурки грамм по 600 по 700 все реки которые с гор с хребта сбегают притоки этой реки непроходимы даже на нашей лодке даже на разгруженной то есть там ручейки совсем где-то завалено деревьями то есть пройти нереально пешком может быть и стоит прогуляться ну и не знаю какие-то меня сомнения есть завтра конечно попробуем разгрузить лодку и еще выше подняться ну что-то какие-то у меня сомнения вот первая река она была бурная красивая классная такая и не такая длинная и рыбы много вот как вот реально горная река если меня спросят пойду ли я еще раз в эту реку конечно же скажу нет первая река была офигенно это да виды красиво отсюда открываются безусловно мы забрались немного дальше в горы подниматься столько километров за щукой дает амни зови гораздо больше и она крупнее вода грязная я придется вот мы сейчас расположились наташа там печку растапливает спускаться к притокам они чистые здесь вода очень грязная и вы знаете когда я вернулся домой я понял что я снова хочу сюда я снова хочу сюда не на два-три дня я хочу слова на месяц пожить исследовать побольше то есть походить по рекам ну и мы как раз попали как вы видите в большую воду будет возможность по заходить еще какие-то протоки речки которые впадают в эту реку один вид чего стоит он завораживает и хочется вернуться сюда снова вот такие дела друзья так что сегодня не знаю говорил не говорил уже не помню что кота суета суета попробуем сходить порыбачить надо обязательно дров заготовить дров было на растопку молодцы люди кто оставил ну и свиньи которые грязи оставили за печкой везде тоже им спасибо придется немножко прибраться в этот раз вчера вы наверно видели мы затянули крышу тентом и сегодня всю ночь шел дождь это нас спасло мы пришли настолько вовремя это просто вот не передать словами затянули тент поужинали маленько выпили за приезд потому что устали как сволочи замерзли вообще протопили избу чтобы маленько хотя подсохла потому что текло абсолютно везде и начался дождик и тент по тенту всю ночь дождик барабанил и все было прекрасно сейчас все постепенно будем тент подтянем подвяжем в общем закрепим получше я еще взял с собой пены монтажные это конечно не самый лучший вариант запенивать бревна но других вариантов к сожалению нету избе осталось если честно дай бог 5-6 лет и она все сгинет если не найдутся какие-то энтузиасты которые захотят восстановить ее тут нужно перекрыть крышу полу поменять окошки про конопатить бревна и поменять входную дверь работают прилично от ближайшего поселка это 200 с лишним километров по воде не думаешь найдется много энтузиастов кто захочется закидывать пилом материал или еще что-то так что будем подпенивать места где уже такие дырки конкретные между бревен я уже сифонит все все постепенно 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 но сегодня если честно хочется на рыбалку просто хочется посмотреть округу потому что вода пока большая не падает за ночь еще прибыла но если по берегу смотреть на например на сантиметров 70 но это прилично до пулечка вот наташа сейчас там перебирает вещи раскладывает в общем в избе наводит уют я сейчас тоже в лодке начну наводить уют так что начнем потихоньку собираться лишь бы дождь не пошел дочь не очень комфортно рыбачить а теперь посмотрите какой вид от нашей избы который мы остановились открывается это не вид это бомба и 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 приветствуем вас уважаемые подписчики и гости нашего канала хотим поделиться приятной новостью мы запустили новый проект готовим с натальей удинцевой ссылка на канал в описании под видео заходите подписывайтесь будем готовить вместе запад затянули таким образом вот мне кажется что это наш маленькую ошибку совершил что к бревнам привязал если дождь у нас получается будет попадать под наш новый тент то по тенту и побежит по бревну но это не факт будем наблюдать вот закинули его времянкой пристегнули почти до трубы а с этой стороны он получился намного больше и в этот раз был боковой дождь и по бревнам даже все внутрь побежала все уже ничего не держит кто-то уже пенил тут я думаю что надо тент натянуть параллельно параллельно брусу может меньше будет это бусы говорю длину меньше бревна будет мочить все кончено и выстрелы все карманы ой друзья тайга просыпается птички поют дождик оживился тайгу какой на болоте запах багульника и мое как мы раньше по молодости ходили за брусникой и грибочки пошли но уже есть переросшие по ходу мы немного опоздали друзья пробежался по лесу грибов на болоте просто море но мы немножко опоздали либо переросшие либо маленькие уже все в червях нашел 3-4 грибочка таких нормальных но и тут совсем вот маленько кружанулся можно по берегу туда сюда сходить я думаю что грибов все можно пособирать все равно они по-любому есть нормальный так что возможно вечерами грибочки пожарим ну таки дела а а и 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 друзья вот наша мечта и сбылась мечтали попасть на эту реку приток той реки на которой стоит наша резьба глубина конкретное течение тоже такое на пустой лодке даже местами так чувствуется что тяжеловато но вот уровень воды слишком громадный не знаю поймаем что мы сегодня здесь или нет девять хариуса таймень он будем пробовать пересечение быстрой воды затяжка тут такая глубина а хариуса нет то ли он правда весь верховью ушел когда вода была теплая часто вода холоднючая где же ты хариус где ты в общем в реках рыбы нет уровень просто громаднейший сюда если честно при желании при желании аккуратнее чем можно было добраться на винте уровень начал уже падать мы будем надеяться что скоро выйдет солнце день 2 ну да ну пускай день 2 еще поморосит потом начнет падать уровень воды а мы будем за этим наблюдать видишь и и поклевать начнет набегалась до того что у меня листочки решения борондуки наташа упорно перебирают насадки и пытается поймать хоть кого-нибудь горами опять и затягивает вроде солнышко пыталась прорезаться но ни черта у него не получилось наталья владимировна как тебе отсутствие рыбы тень кассы что мы попали как сказал дядя вова два раза в одну воронку тогда было воды очень мало и сказали что вся рыба ушла верховья в зимовальные ямы в этот раз воды много и рыба сказали что вся ушла в верховье потому что там воды вода холоднее сказали мы ждем когда спустится наша ой какой поросеночек пришел опять кого-то рыло в общем идем сплавом пробуем рыбачить просто наслаждаемся природой течение очень такое прям конкретное несет быстро сейчас наденем полянку с дровами и напилим дров так Продолжение следует... Продолжение следует... На первое время нам хватит... Кролик маленький... Кролик маленький... Выгнала из леса зайца и гоняет... Солнце вроде есть, но его в то же время нет... Смотреть на него невозможно... Но не светит... Вот так вот... Гоняла-гоняла зайца и ушла куата в лес... Этот зайца я заманил конкретно... А мы сами себе дров добыли... Перетаскали дрова... Вот получилось... В передней части... И в задней части все заложено... Малыш Штиль МС-93 справился со своими задачами... Хоть и сучка резца... Малыш Штиль МС-93 справился... Малыш Штиль МС-93 справился... Малыш Штиль МС-93 справился... Малыш Штиль МС-93 справился... Малыш Штиль МС-94 справился... НUS- breathом дальше... Слеза заявила по счету... Малыш Штиль МС-94 справился... Требесточила продажа... Малыш Штиль МС-Нум雷 справился... У меня есть просьбочка... azioni… Малыш Штиль МС-версили... Вот и прибыли мы домой. Все у нас хорошо. Наташа сейчас будет готовить суп. Наконец-то мы поедим нормальные еды. Они все, перекус, перекус, перекус. Ваш любимый доширак с тушенкой. Да, наш любимый доширак с тушенкой. И ваш тоже. Наташа, какой супчик будет? У нас сегодня будет суп из мяса с макаронными изделиями. Ну, картошку, конечно. Только перетаскал дрова и пошел у нас дождь. Походу сегодня наколоть уже не получится. Макаронными изделиями. Дождик расходится. Ну, сколько успею наколю. А вот немножко в горах уже просветы. Глядишь, может наладится погодка-то. Трусишки маленькие. Рот не шевелился, сидел. Все равно испугались. Окей, червячки короеды выпадывают красивые из-под коры. О, уже нам проедали сколько отверстий. Как я его аккуратно распилил. Лежит такой. Даже вот-вот уже будет на выходе. Лежит обратно. Нет, туда ползется. Правильно. Вот, друзья, получилось только у нас полейница дров. Все дрова расколоты. Дрова сухие. Под навесом. Там, правда, немножко возможно будет мочить. Но мы его пленкой укроем. Пленку, кстати, оставляли еще с того раза. Так она здесь и лежит. После ужина Наташа решила сделать лесенки на вход. Только вот склон такой. Ну да, правда, дождик прошел. Он такой скользковатый стал. Лесенки нужны. В общем, не сидится нам. Опять заморозил дождик. Никак не унимается. КОНЕЦ КОНЕЦ Наводим с Наташей порядок. Тут немножко подсобрал за собой, где все рубил. Колол точнее. Наташа там подметает. Сейчас уберем всякие бутылки. Правильно, выпил. Можно под стол кинуть. Дальше можно и не убирать. Так что наводим порядок. Вот уже тут я нагреб. На целое костровище всякого говна. Будем сжигать. Друзья, забыл еще сказать. Мы в том году с Наташей оставили здесь коптили. Она немножко потекла. Такая уже старенькая была. В ней вот не перевозя никуда ничего. Готовить на месте вполне. Можно было рыбку закоптить. Да и все что угодно. Как нам сказал дядя Вова, можно и без щипы. Щипой может быть любое дерево. Но заворачивать в фольгу. Ну так вот к чему нету нашей коптильни. Кто-то забрал ее домой. Ну смешно ведь. Тогда ты только заселяешься в избу. Приезжаешь. В любом что изба, что палатка. Кругом бардак все раскидано. Пока конкретных вещей нет своего места. А потом постепенно. Мы просто обожаем наводить порядок. Вот ящички около полейницы встали. Изумительно. Топорик висит. Кто-то тут умывальник делал. Курточки. Там вот бензопила встала. Что-то еще какие-то вещи. Еще потихоньку все прибираем. Осталось тут еще всякий мусор подсобрать. Тут я за собой все убрал. Сжигаем весь мусор. Который валялся по всей территории. Убрали все бутылки, стекла. Наташа сделала лесенки. И вот опять пошел дождик. Е-мое. Жаль что-то вот упустили. Сюда никакую клеенку не купили. Надо было свановую клеенку купить. Прямо вот вообще из головы вылетело. Это было бы очень круто. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас соберу еще печку В общем, весь день в делах Пока рыбы нет, надо с чем-то заниматься Когда будет рыба, будет вообще недолго Ну все, остается ждать только солнечной погоды Все-таки И когда упадет вода Хотя бы Где вот конец лодки Ну, сегодня она упала Сантиметров на 10 от камня Вот, Наташа, мы сразу были Где-то вот вода была, где вот лодка Конец лодки примерно, наверное, чуть подальше Ну вот до такого уровня упадет У нас лодка стояла, еще были камни Да Я думаю, что Все наладится, все будет хорошо Да и рыба не главное Мы уже наловились по большому счету Ну, все равно хочется Друзья, посмотрите, какой у нас закат Какая красотища Тишина, штиль Костерчик горит Сидим на лавочке Все дела сделаны Можно налить чайку С лимоном С лимоном И сидеть Получать полное умиротворение Лучше просто не придумаешь Может и правда завтра будет Хорошая погода, но возможно ветрено Дождь пошел Ноу-хау, друзья Вот так снимается таймлапс Во время дождя моросящего Чтобы объектив капельки не попадали Пришлось сделать вот так А снимаем вот такую красоту Красиво? Очень Очень подобно У всех умиротворение Кто-то наелся, лежит в теплом, уютном местечке Кто-то сидит у костра и любуется закатом У нас дождик выгнул В избу Ниташа сидит разгадывает Красворды Заняться больше нечем Так хотелось еще посеять на улице Ну и в избе неплохо У нас сегодня как в прачечной После стирки Висит везде белье, сушится А тут у нас, друзья Целая сушилка Тут у нас сушится шиповник Там шишечки А тут Наташа насобирала шишек Сушит Подарки Подарки подружкам Никто не видел шишек Ну конечно Как можно жить в Свердловской области Шишек не видеть, ты мне скажи Слушай, когда шишки ты покупаешь И когда привез Это совсем разные Лиза, шишки для тебя Шишки, кстати Орешки прям такие мягонькие Щелкаются вообще И смолы, кстати, не так много Вообще Удивление Потому что шишки Собраны Уже С земли Все нормальные люди Что делают Пол-двенадцатого ночи Едят суп Нет, они ложатся спать Они нормальные Едят суп От безделья захотелось кушать Ничего делать Дождь сливался в день Кто-то умственно Подистоскался Разгадывал кроссворд Ага Вот это лежало безделье Сейчас будем с черным Подпитка умом С черным хлебушком Наташа намажет Сливочным маслом Бедное масло Кто любит Пишите в комментариях Суп И хлеб с маслом Я даже писать не буду Знаю, что я люблю Так что Поставили Ой, оно такое мягкое Разогреваться Супчик Сейчас по хлебам Потом можно выйти на свежий воздух Дождик вроде закончился Подышать свежим воздухом Потоньше, потоньше Чтоб хватило на большего хлеба Тебе столько не съесть Да, хлеба я купил с большим запасом Там просто суп наваристый с тушенкой Я думаю, что будет жирно Жирно Да ладно Там легонький супчик Смотри, какой супчик с тушеночкой Кто смотрит вечером В 12 или в час ночи Или еще позже Я вам не завидую Вам захочется пойти в холодильник Открыть что-нибудь вкусное А тут у нас Хлеб с маслом Ну-ка, Наташа Тут то же самое, как у тебя Да? Да, вкусный суп Я думал, у тебя вкуснее все-таки Ну, если не считать, что я мясо тебе отдала Конечно, да Так что вот так вот вечеруем Жируем, по-моему, ночью Ну что, на сегодня всем спокойной ночи И до завтра Гигантские звездочки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok